Медсправка для первоклассников, теперь только за деньги. Солдат-срочник осужден на 7 лет. В Таджикистане цена 7 карт вырастет до 250 суммани. В преддверии нового учебного года жители Таджикистана, чьи дети пойдут в школу в первый класс, столкнулись с новыми правилами получения справки о медобследовании. Теперь обязательную справку о медобследовании формы 026 можно получить только в центрах семейной медицины и медицинских лабораториях Бехдожд, принадлежащих компании Форос, а стоимость справки поднялась до 78 суммани. Напомним, что ранее эта справка выдавалась местными поликлиниками и обходилась родителям не более пяти суммани. Родители первоклассников и детей, которые посещают детсад, обязаны получить справку формы 026 только в медучреждениях компании Форос. Обследование ребенка врачами в Центре семейной медицины и здоровья стоит 30 суммани. Еще 48 суммани необходимо заплатить за анализы в лабораториях Бехдожд. Только после этого оформляется медицинская карта ребенка, говорит заведующая Центром семейной медицины и здоровья города Гиссара Шахло Шарифова. Следует отметить, что основным видом деятельности компании Форос является импорт и реализация нефтепродуктов и жиженого газа в Таджикистан. Источник Хабархов Душанбе заявил, что данная компания принадлежит семье президента, а точнее мужу одной из его дочерей. И начиная с прошлого года, компания начала устанавливать лаборатории экспресс-диагностики, оснащенные дорогой аппаратурой. В Таджикистане за публичное оправдание экстремизма судом военного гарнизона Хатлонской области к 7 годам лишения свободы приговорен солдат-срочник. Бижан Ибрагимов, уроженец района Рудаки, проходивший срочную военную службу в одной из частей Нацгвардии Таджикистана, был задержан весной этого года, сообщает радио ЗДИ. В отношении Бижана Ибрагимова и двух его друзей было возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 307 УК РТ. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и публичное оправдание экстремизма. Сам Бижан Ибрагимов обвиняется в том, что выложил на своей странице в Одноклассниках фотофлага группировки Ансарулла, который по сути является флагом ислама с шахадой, а также вел переписку в соцсети со своим бывшим одноклассником, находящимся в Сирии или Ираке. Новость о повышении ценности сим-карты до 250 суммани с 1 сентября в Таджикистане привела к огромным очередям желающих приобрести сим-карты бесплатно в офисах мобильных компаний. На днях мобильные операторы разослали своим абонентам смс-сообщение, подтверждающее подорожание сим-карты с 1 сентября до 250 суммани – 26,5 доллара. Эту же сумму необходимо будет заплатить для переоформления абонентского номера. Повышение стоимости сим-карт направлено на защиту прав и свобод человека. Об этом сообщило информационное агентство Ховар со слов представителя службы связи Таджикистана Абдука Юма Исоева. Из-за того, что сим-карта стоила очень дешево, пользователи приобретали ее, когда хотели, спустя какое-то время выбрасывали или использовали для неблаговидных дел. Из-за низкой цены на сим-карты в Таджикистане на территории Афганистана используют большое количество сим-карт наших мобильных компаний. Теракт в отношении иностранных граждан, который некоторое время назад был совершен на юге страны, подтверждает вышесказанное, заявил Исоев. Наблюдатели отмечают, что режимы Центральной Азии, в том числе и режим Рахмона, большинство своих решений оправдывает необходимостью повышения мер безопасности страны и населения, а также с борьбой с так называемым терроризмом и экстремизмом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok